Всем привет! Мы продолжаем тест кофе. Первая часть была в виде шортса. Вот этот кофе мы уже рассмотрели. Эль Паса. Эль Паса. Типа из Мексики. Первый раз такой кофе я встретил. Состав нашего эксклюзивного кофе входит Каскара. Мякоть кофейного зерна. Дает при этом ароматом с оттенком кураги и чернослива. Коскарой напиток истинных гурманов. Да. Причем эта каскарая мякоть, она очень мелкая, мелкодисперсная. Она поэтому почти полностью не выпиваешь. То есть нету какого-то осадка или что. А смешивать кофе растворимый и кофе обжаренный в зернах, я уже сам несколько раз такое делал. Потом появился кофе эгоист, в котором так сделано. В общем, это как раз очень интересная тема. Про этот кофе я могу сказать, что да, он с интересным таким привкусом. Действительно. Оттенками кураги и чернослива. Да, вот что-то такое интересное у него есть. В общем, это отличный кофе. Мне понравилось. Цены, цены я уже не вспомнил. Все, купил я в Магните. Вот, теперь следующий у нас будет еще Кения. И тоже Джордин из Колумбии. Это медвединского картеля. Так, этот у нас интенсивность 5. Да, а здесь у нас интенсивность 3. Думаю, надо начать с этого кофе. Вот здесь тоже что-то оригинальное предполагается. Мягкие с фруктовыми нотами. Ну что же, что же, что же. Так, сейчас поставлю чайник обогреть. Чайник обогреваем. От кофе мы уже можем открывать. Ложка высохла. Открываем этот кофе. Ага, вот он, даже не вскрытый. Кофе Джордин. Работать приходится без оператора, но не придумал. Как извратиться. Так, так выглядит. Прекрасно тут все выглядит. Замухнув. Да, запах отличный. Ой. Отличный такой запах. Кирпкий. Ну, теперь надо попробовать его на вкус. Сейчас мы его попробуем на вкус. Да, это, конечно, не кофейная чашка, но мне нравится пить, если вы видите, что он прозрачный. Это такая тема. Так, чайничек у нас кипел. Теперь мы пробуем Джордин. 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 Кения, Килиманджаро. Килиманджаро, Килиманджаро. Ты наш Килиманджаро. Сначала покрепче, покрепче, чтобы он, чтобы он, да, пенка, отличная, отличная пенка. Смешаем. Попробуем. Да. Пищу ускоряет процесс, то что кофе... Не надо варить в турке. Да, вообще, натрит система. Да, мощный. Очень мощный кофе-то. А, вообще, прям мощный. Очень мощный, да. Вообще, ложки на такой объем, кажется, надо было маловато. Не, многовато. Три. Ну, даже в бессильных вкусах, да. Вот это такой крепкий, крепкий кофе из кенийского Килиманджаро. Растворимый слимированный жердин Кении Килиманджаро. Да, отличный. Вообще, супер. Супер кофе, мне нравится. Отличный кофе. Лучший кофе на дороге. Заходи. И ты попробуешь. Так. Отличный кофе. Пригнали перейти по близке. Так, дайте мне другую. Ух, нет. Ух, нет. Ух, нет. Так, еще одна странная посудина. Еще одна странная посудина для кофе. Не осуждаете очень сильно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Из Кении, что у нас была арабика? Не пишут они. Да, арабика из Кении, да. Арабика, по-моему, которая с арабийского острова и везде распространилась. Вкус арабики из Калибинского региона. Медельин особо ценится за сочетание цветочных и шоколадных нот. А всего одна ложка сахара добавит вкусу новые карамельные ноты. Как интересно. Сахар меняет вкус. Да, ну есть такая же сахар меняет вкус. Такая есть тема. Так, теперь открываем. Открываем, а там останется зип-лок. Открывайся, открывайся, аааа. Что ты так ослабел-то? Открывайся. Ну ты хорошо, значит так. О. Так, ну, на вид такой же совершенно. Так, такой же абсолютно на вид, но потому что они знают, как его делать. Так, лучше мы, да, из этого сюда сомнем. Это мы пока уберем, уберем этот Климанджарский. Так, сполоснем нашу чашку. Чашку сполоснем. Так, ну, здесь есть немножко другие фракции. Немножко так она выглядит. Здесь, по-моему, помельче фракции. Так, ну, пробуем. Запах. Ну, можно сказать, что он не Дрёни, но это, конечно, я думаю, чисто, чисто глюки. Что ты так думаешь, что он Дрёни? Потому что он точно такой же. Так, кофе, кофе, тест кофе. О, слушай, ну, у меня сделал меньше сюда сыпанул. Поэтому, потому что он Дрёни нельзя ощутить. Богатый и насыщенный. Так, ну-ка, вытрем ложку и попробуем добавить туда, чтобы соответствовал примерно тому количеству. Да, пока мне Кельманджарский, кажется, более насыщенным. Кельманджарский, кажется, менее насыщенным. Но, возможно, это глюки. Это чисто глюки, глюки. Так, вот мы добавляем ещё вот столько. Что будет теперь? Теперь усилится ли вкус или не усилится? Проверим. Меделин. Нет, в общем, что-то меделин не катит. Не, не катит. Он и такой в кислоту он уходит. Где-то, потому что уже выпил в третью чашку. Да, в общем, пока при приблизительном тесте Арабика из Кельманджара, мне кажется, лучше. Хотя я люблю, потому что был крепкий. Вот, и такая пятёрка, по идее, должно быть что-то вообще сверх. Но мне почему-то кажется, Кельманджарский как-то больше напоился солнцем. Вот, ну, в общем, из двух Джординов побеждается Кенийский. Ну, и вот этот с Каскарой, да, очень оригинальная и прикольная штука. Вот, всем спасибо, всем пока, до встречи, до встречи. Лайк ставьтесь, подписываться не обязательно, коммент пишите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok